Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня я хочу продолжить тему тапасов, поднятую вот в этом ролике. Так сказать, еще более полно раскрыть все многообразие испанской кухни. Итак, для первой закуски понадобится... Креветки, сыры, не обращайте внимания на цвет, это сорт такой... Свежий базилик немного, магазинная такая вот вафля мягкая, авокадо, лимон, чеснок. Для второй закуски. Магазинное слоеное тесто, неважно дрожжевое, бездрожжевое, сардинки свежие, помидорки черри и яйцо. Для третьей свиная вырезка, небольшой цукини, сыр ракфор и багет. И для последней пара ломтиков говяжьей вырезки, розмарин, багет и опять же помидорки черри. Все. Такое большое количество мучной составляющей, ну и багет, и вот эти вот вафли исключительное желание сэкономить. Поехали! Сразу же зубок чеснока, чтобы если измельчился, предварительно проблю его. Оливковое масло и лимон. Вот так будет достаточно. Немного оливкового масла экстравежем и чуть-чуть соли. И пожужжать. Да, я не сказал, что в составе продуктов обязательно должно оливковое масло присутствовать практически для всех наших тапосов. Жужжу до кремообразного состояния. Отлично! Пусть постоит пока в холодильнике. Куда-то сюда вот. А я пока займусь продолжением. Теперь тосты. Багет нарезать, разложить на противень. Немного ароматного оливкового масла экстравежен. И в духовку под верхний гриль. Минут за пять все будет готово. А я пока подготовлю креветки. Их надо очистить, вынуть кишку, посолить, разогреть масло, нарезать чеснока. Масло ароматизировать и обжарить креветки. Это быстро, как вы прекрасно знаете. И пока этот процесс идет, подготовлю основу. Очень острым ножом Самура надо разрезать вафлю, получив эдакие формочки. Выложить их на тарелку. Как-то наиболее красиво. А креветки между тем, готовы. Их пока на салфетку, чтобы лишнее масло впитать. А формочки заполнить охлажденным у бакамори. Чтобы это было удобнее сделать, воспользуюсь кондитерским мешком. Теперь базилик для красы. И креветки. Если они окажутся слишком крупными, можно лишнее отрезать и съесть, пока никто не видит. Первая закуска готова. И тосты тоже готовы. Сложу пока их в сторону, потому что противень сейчас понадобится. Так, для второй закуски надо почистить рыбу. Сардинки, конечно, крупноватые, но вчера в магазине мелких не было. Чистятся у него очень быстро, ну, если свежие. Ну, и раз уж они крупные, у меня придется делить на две половинки. А мелких можно целиком использовать. И посолить. Теперь основа из магазинного слоеного теста. Разложить. Нарезать в размер рыбки. Выложить на противень. И подготовить резон. Это желток, немножко сахара и чайная ложка воды. И разболтать. И смазать основу. А сверху на каждую такую полоску рыбку. И обязательно черри сразу и побольше, потому что черри у нас пойдут не только в эту закуску. Половинками, чтобы быстрее запекались. И в духовку. В данном случае минут на 15. Температура 180 градусов. Верхний и нижний нагрев. Конвекцию не включать. Лишнее это. Так, следующая закуска пока. Начну с цукини. Его надо быстро подрумянить в хорошо разогретом масле. С двух сторон. Пока жарится, нарежу медальонов из свиной вырезки. Выперчить. Посолить. Цукини выложить на салфетку, чтобы отсушить. А в эту же сковороду отправить вырезку. Огонь очень сильный. Подрумянить надо быстро с двух сторон. Но до готовности не доводить. Зарумянинные кусочки выкладываю на тосты. Сверху цукини. А сверху, как вишенка на торте, сыр. Отлично. И из духовки уже пора вытаскивать рыбу. Эту закуску пока отложу. А на противень отправлю медальоны со свиной вырезкой. И с сыром. И их в духовку. Опять же на несколько минут. И сыр за это время плавится. И медальоны до готовности дойдут. Ну и займусь последней на сегодня закуской. Вырезку говяжью в очень хорошо разогретое масло. По одной минуте с каждой стороны. Не больше. Подготовлю веточки розмарина. Они будут в качестве заколок или шпажек. Вырезку перевернуть. Отлично. Так, медальоны, я думаю, уже готовы. Отлично. Вырезку снять с огня. И нарезать кубиками. А кубики обратно на сковороду, чтобы подрумянить остальные стороны. В кустык определяется поджаристой корочкой. А в этих маленьких кубиках эта поджаристая корочка находится со всех сторон. Кубик маленький, а поджаристой корочки много. Значит, вкуса много. Так, я их не солил, поэтому плесну соевого соуса. Немного. Вот так. И теперь снимаю. Сразу на тосты. И заколоть розмарином, чтобы эти бутербродики не рассыпались. Я пока все закуски в кучу соберу, сервирую. А вам, чувствую, уже запутались с сегодняшними рецептами, раздельно основные этапы готовки по каждому рецепту. Вот такой закусочный стол у меня сегодня. Четыре варианта тапосов на любой вкус. Можно пробовать. Смотрите, что с гаяжей вырезкой. Чудо! Просто-таки чудо! Кусочки маленькие, на один укус. Как раз-таки, чтобы проглотить, прожевать и сделать глоточек пивка. Закадом, наверное, сделаю. Не буду сейчас. И так жарко уже. Нежнятина. Нежнятина. Сочнятина. И за счет поджаристой яркой корочки, очень ароматная нежнятина-вкуснятина. Блин, хрустящий тост. Красота! Это свиная вырезка. Вот поджаренная свинина отлично сочетается с ракфором. А вот такой вот поджаренный цукини дает дополнительную сочность вырезки. Ну, вырезка, тем более свиная, сама по себе достаточно суховата. И вот этот вот цукини здесь дает сочность, а ракфор дает аромат. Свинина, в принципе, очень классно сочетается с таким сыром. Так, опять же кусочек. Обалденная закуска. Теперь креветки с гуакамоле. Гуакамоле я сделал чуточку более чесночным и чуточку более кислым, чем надо бы его, когда его готовишь просто в качестве какой-нибудь такой намазки-закуски. Почему? Потому что вот эта вафля сладкая. В данном случае я попытался сыграть на контрасте. Сладость этой вафли, она сдобная такая сладкая, чесночность креветки, нежной, и гуакамоле с кислинкой, и обязательно, вот просто обязательно, листочек базилика. Идеально был вообще, конечно, синий базилик, ну, в фиолетовом смысле, но у нас я такого не видел, не встречал. Дайте мне уже утащить этот, не утащить, укусить этот кусок. Это обалденные тапосы к хорошему пиву. Ну и последняя закуска, последняя, потому что самая моя любимая, самая любимая, сардинки, тем более свежие, очень хорошие. В данном случае, они буквально за 10 минут, за 15 в духовке, становятся полностью готовыми, но при этом очень сочными. И вот эта вот воздушность теста, пусть даже магазинного, но воздушность этого теста, с помидоркой, это какая-то феерия. Когда феерия раз я делал попробую, я был просто восхищен. Признаться, не знаю, что можно, какой свежей рыбкой можно в условиях России заменить сардинки. Ну, я думаю, вы что-нибудь придумаете. Свежая рыбка, маленькая. Это сказка. Вы не представляете, насколько это сказка. Это... Это самая любимая из всех сегодняшних закусок. Моя закуска. Просто песня. На сегодня это все. Как вы видели, сегодняшние замечательные закуски проходили под эгидой постоянного использования самых разных, главное, острых ножей Самура. Если вы захотите обзавестись такими же, то смело пользуйтесь промокодом ФРЕСКО. Это позволит вам сэкономить. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok